МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди большого разнообразия хлебобулочной продукции на Владимирском хлебокомбинате выпускают ремесленный деревенский хлеб. Другое его название – рустикальный, то есть почти такой же, который пекли еще наши бабушки в подовых каменных печах. Рустикальный хлеб производится в отдельном крафтовом цехе хлебокомбината. Для такого хлеба подбирается специальное тестом и сильное оборудование, которое имитирует движение человеческих рук. А чтобы хлеб по вкусу напоминал деревенский, здесь используют закваску длительного брожения. Основные ингредиенты – это закваска. За счет брожения хлеб получается более длительный процесс его производства, но мы передаем весь вкус и ароматику. Еще добавление всеразличных ингредиентов, таких как семя льна, семя тыквы, семя подсолнечника. Он получается именно вкусный и питательный. Павел Плотников – мастер-пекарь. Он показал, с чего начинается приготовление одного из популярнейших хлебов комбината – баварского. Первое, что нужно сделать – вымесить тесто. Начнем с закваски. А это что такое? Сейчас будем засыпать. Это солт ржаной. Он придает хлебу вкус, ароматы и цвет. Можно я тоже попробую? Спасибо. Похоже на квас. Как черная вот эта вот горбушка от хлеба. Обдирная мука смешивается с солодом. Пекари называют этот вид теста хлебной заваркой. Она и придает баварскому хлебу цвет и аромат. Для того, чтобы вкус стал максимально насыщенным, заварка должна настояться. Это займет около трех часов. Тем временем в отдельном чане готовится опара. Это живой наш организм. Это наша жидкая опара. То есть мы в своем технологическом процессе замешиваем длительное брожение опару. То есть опара бродит более 10 часов. Опара – это вообще мука, вода и дрожжи. Пузырьки характеризуют то, что процесс живой, что идет активное брожение, что выделяется углекислый газ, что происходит накопление ароматических и вкусовых веществ. После того, как хлебная закваска и опара готовы, их смешивают. Следующий этап – формовка. Тесто порционно попадает на конвейер, а специальные обвальные ленты придают ему форму. Форма может быть круглой или вытянутой, как багет, в зависимости от вида хлебобулочного изделия. Тем временем сотрудники цеха готовят специальные чаши из ротангового дерева. Данные формы являются рисунком. То есть хлеб получается с такими же рубчиками? Да, внутри. На нем будет мука и именно сам рисунок за счет вот этих именно ротанговых форм. Ясно. То есть это добавляет еще фактуру хлеба, насколько я понимаю. Да, да. А чем обсыпаете? Можно я попробую эту штуку сделать? Это ржаная мука. То есть вы это, чтобы он не прилипал, делаете? Да, 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 все верно. Потому что у теста именно влажности высокая. Держите. Отсыплю что-то вообще. Получилось, но я немножко отсыплю обратно. А то будет много муки и будет невкусно. После того, как хлеб уложен в форму, он отправляется в специальную камеру. Это туннельная расточная печь. В ней стабильно поддерживается температура 34 градуса и высокая влажность. Здесь тесто поднимется и хлеб станет пышным. И хлеба готовится. После того, как они поднимутся, они отправляются уже в печь. В печь, да. Сколько времени проводит здесь хлеб? Заготовка. Один час. За час он успевает подняться, да? После того, как тесто для баварского хлеба готово, остается последний штрих. Пекари выкладывают каждый батон на специальную ленту и надрезают его, чтобы хлеб мог раскрыться в процессе выпечки. Хлеб ставят в подовые печи, где за счет правильного распределения тепла образуется хрустящая корочка. При этом хлеб долго не черствеет. А пока баварский хлеб готовится, мы зашли на кухню посмотреть, из каких ингредиентов делают другие разновидности крафтового хлеба. Их здесь больше 20 наименований. Масло оливковое. Натуральное? Естественно, натуральное. Кто производит? Оно добавляется в Новой Зеландию. Оно добавляется у нас в Чаобату. По словам экспертов, именно оливковое масло делает итальянский пшеничный хлеб Чаобату ароматным и максимально близким к оригиналу. Ну а в греческий хлеб, естественно, заправляют грецкие орехи. Смотрите, это натуральные грецкие орехи. Используем мы их для производства хлеба греческого. Вот такого грецкого ореха мы расходуем порядка 100 килограмм в неделю. А также в крафтовом цехе используют кунжут, сухую петрушку, кориандр и даже клюкву. К слову, расход ягод для приготовления хлеба домашней с клюквой – 150 килограммов в неделю. Этого хватает на производство как минимум 7 тысяч батонов. А вот эти 150 килограммов – это на сколько хлеба из булочных изделий получается? Ну, это порядка трех тонн. Получается, вы в неделю три тонны хлеба выпекаете? Вот только вот вы с клюквой? Только этого, только с клюквой, да. Цех по производству рустикальных хлебов работает посменно. Пекаря трудятся и днем, и ночью, ведь спрос на продукцию хлебокомбината довольно большой. Группа потребителей по подсчетам маркетологов компании – 1 миллион 200 тысяч человек. Я вижу, что время у одной из печек уже подходит к концу, то есть хлеб можно выгружать, да? Да, его уже можно доставать. Сейчас померяем температуру. И если она определенного градуса, ну, 97 в среде должна быть. Давайте померяем. Можно вынимать. Такой прибор. Вставляем в середину мякиш хлеба и смотрим. Температура 7,98 полностью идеальна. Баварский хлеб выпекается в подовых печах в течение 23 минут. Температура в процессе выпечки 220 градусов. На хлебокомбинате установлены умные печи. В процессе изготовления температура плавно снижается. За счет печей с каменным подом правильно распределяется тепло и структурируется мякиш. Пришло время выгружать хлеб из печи. Чтобы не обжечься пекаря, пользуйтесь специальной лопатой. Довольно длинная лопата, но я думаю, что можно дотянуться до самого дальнего кусочка хлеба, который там находится. Мы выгружаем сейчас баварский хлеб. Специалисты говорят, что на лопате умещается 6 батонов, но у меня получается пока только 4. Достать, как они 6 достают, я не представляю. Давайте попробуем. Ну вот опять у меня получилось 4 батона достать. Теперь у нас есть возможность оценить состав и внешний вид продукта. Прямо из печи в буквальном смысле слова. А вкус и аромат совершенно непередаваемые. Мякиш баварского хлеба просто восхищение. Прожаренные семечки в меру соленой. И очень вкусная корочка. Не могу отторваться, я вместе с перчатками уже ем. Сегодня вы наблюдали процесс производства одного из самых популярных хлебов, который производится в нашем цеху. Это хлеб баварский. Вы могли заметить, что абсолютно каждой булке хлеба уделялось особое внимание как со стороны формовщика, тестоместа, так и со стороны пекарей. За последние полгода Владимирский хлебокомбинат выпустил 4 новых сорта рустикальных хлебов. Голландский пшеничный, венский с отрубями, баварский с семенами подсолнечника и австрийский бездрожжевой. Специалисты компании уверены, секретом успеха является не только инновационное оборудование и точная рецептура. Очень важно, чтобы каждый пекарь любил свое дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова